Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля Арсенгель. Сегодня мы начнем первое объединение двумя композициями, которые имеют в разной степени отношение к творчеству одного из гениев джаза, которого звали Майлс и Дэмис. Почему гений? Потому что он не просто был виртуоз или композитор, он был идиолог. Он оказал своими идеями большое влияние на несколько поколений джазовых музыкантов. И вот сейчас в начале прозвучит пьеса, которую я написал еще давно, когда я очень увлекся, это было еще в 60-е годы, правда, новой идеей Майлса Дэвиса, когда он придумал такое понятие, как модальный джаз или ладовый джаз. В то время еще довольно часто его называли интеллектуальный джаз. В чем отличие от ладового джаза, от хардбопа или от бибопа? В тех видах джаза гармония меняется очень часто. Дошло до того, что уже на каждую четверть в такте менялась гармония, и уже профессионализм импровизаторов состоял в том, что успевать было обыгрывать эти гармонии. И постепенно, где-то к 70-м годам, джаз начал терять широкую аудиторию, поскольку он превратился в музыку, которая могла оценить не только профессионалы. А параллельно с этим появилось новое поколение молодых людей, которых вообще джаз не интересовал, а их интересовала только рок-музыка. И вот Манс Беррис угадал обе эти тенденции и придумал такой способ импровизации или написания музыки, который, во-первых, отличался резко от хардбопа и должен был понравиться уже молодым хиппи. И он совершенно точно угадал это. И поэтому у него был следующий виток популярности уже с совершенно другой аудиторией. Вот эта пьеса, которую вы сейчас услышите, я назвал ее «Инсомния», то есть «Бессонница», она написана приблизительно вот в таких правилах. То есть там мало аккордов, и там действительно можно подумать, но не торопясь что-то сочинить уже свое во время импровизации. Вот этим и отличался модальный джаз, потому что он вернул, вообще говоря, джаз импровизацию, как это ни странно звучит. Вторая пьеса, она носит такое странное название «Тупик» и имеет прямое отношение уже к последнему периоду творчества Майлза Дэвиса, когда он не стал писать уже музыку, но поручил это все Маркусу Миллеру, басисту, и он как бы уже был художественным руководителем ансамбля Майлза Дэвиса. И он тогда, по заданию Майлза Дэвиса, написал вот эту пьесу «Тупик». Кто такой был Дезмонт Тупик, которому эта пьеса посвящена? Это был, в общем, единственный первый чернокожий ангеликанский священник Южно-Африканский республик. Если вы помните, там до 1984 года вообще царил Аквартеид. Это такой вид фашизма. Немножко по-другому там все происходит, но на самом деле это такая сверхтоталитарная была система. Так как это была Южная Африка, никто в мире тогда не обращал внимания на это, кроме Дезмонта Тупик. Его друг Нассел Манделла сразу был посажен, как только стал возражать, и просидел 20 лет в тюрьме. Пока без мультфильма не удалось обратиться вообще в разные организации и отменили там апартеид, а он в 1800 году стал флориатом Нобелевской премии «Мир». Вот ему, которая присвящена, вот есть, которая прозвучит в свет за инсонью. Итак, мы начинаем с позиции бессонницы, инсонью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 У него итальянская такая фамилия, поскольку он родился в Канаде, в итальянской семье, англоязычная, вот такая была смесь. И все его братья и отец, все были талантливыми музыкантами. И он в канадских списках правильности добился с самых первых мест, когда ему посоветовал все-таки опять свое счастье в Америке. И он решился на это, и в общем, в принципе, вроде бы как, когда он вдруг появился на американской сцене, он потеснил всех звезд чернокожих, потому что от поп-музыки там царили только афроамериканцы, как их сейчас называют. И это ему не понравилось. Когда Белый вдруг оттеснил их кумиров, его начали потихонечку так вот продавливать. А в хоп-бизнесе есть много методов, чтобы человека ослабить. И в конце концов, концерты у него срывались, телепередачи радио, все это. И он вынужден был просто покинуть Америку и приехать в Европу, и там вообще живет в России. Ну, сейчас он опять начал распаролировать, и мы бы хотели бы, чтобы все-таки при него взималили, поскольку это супер-талантный человек, и не очень необычные песни, с необычными гармониями. И иногда даже он попадал в разряд такой джанно-фюджин, а не поп-фар. Итак, Джилла Ванелли, песня, которая называется The River Must Roll. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Вы слышите пьесу, которая вошла в состав альбома, последнего альбома «Арсенала», который назывался «Потоп сознания» и выпустила фирма «Артбит». К сожалению, весь этот террас распродан, и сейчас можно услышать эту пьесу только в концертном исполнении. Называется она «Алайский базар». Она посвящена историческому месту на карте Центральной Европы. Эта точка, которая называется «Алайский базар», возникла где-то за 2500 лет до н.э. на пути следования караванов из Китая в Европу, в Африку, в Индию по маршруту так называемого «Великого шелкового пути». Дело в том, что китайский шелк несколько тысячелетий пользовался колоссальным спросом во всех странах тогдашнего мира. И никто не мог узнать его секрет, поскольку китайцы так тщательно охраняли секрет изготовления крутого шелкопряда и потом продукта, выделений всяких. И те, кто пытался как-то разузнать, тут же их казнили моментально. Поэтому, в принципе, это была одна попытка предпринята уже поздно, уже где-то в 16-е веке. Марта Ковла, такой был авантюрист, его заслали в дожил. Он был такой, как промышленный шпионаж, который он засунул в Китай. Это уже был в наше время, в 16-е веке. Но мода на шелксона была. И вот он туда приехал, якобы как турист, такой путешественник. На самом деле, ему было дано задание выкрасть, это был вообще один из первых случаев промышленного шпионажа, выкрасть секрет изготовления этого шелка. И там существуют разные версии. Много легенд, что ему это удалось. Но, может быть, или не удалось, или при попытке он сбежал оттуда и с трудом добирался через Тибет. В течение двух метров по карту и приехал на родину. Ну, много всяких легенд. Но вернемся к Аллайским Банаре. Дело в том, что вот эти караваны, которые везли шел к Европе, возвращались обратно. И вот где-то посредине, центральной армии, где такой Аллайский хребет. Под ним эти все караваны встречались. И там проходила торговля. Так возник Аллайский базар, который сейчас находится в Ташкенте, на территории Узбекистана. В советские времена я много раз бывал в Ташкенте. И ходил на этот базар, даже не подозреваю, что это историческое место. Но мне он нравился чем-то. Вот от него исходила какая-то древняя энергетика. Я не ходил на центральный базар, роскошный. Он такой был скромный и всегда базарчик. Вот такая история. И поэтому я вспоминаю свои ощущения. И прочтя в интернете всю эту историю, сложнейшую с изготовлением китайского филшопа, я решил написать пьесу, которую вы сейчас услышите. Аллайский базар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.